Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Почему Святые Отцы поставили именно Первый Собор Именно в это воскресенье между Вознесением и Троицей Когда еще весь храм дышит пасхальным торжеством Когда еще в сердце звучат слова «Христос Воскресе!» Когда недавно вот еще вот отдания не было, мы праздновали Вознесение Рассказал тайны этого праздника, его содержания и глубины Впереди грядят Троица, последний пасхальный аккорд, вершина всех праздников И между ними Святые Отцы поставили память святых отцов Первого Вселенского Собора Первый Вселенский Собор был в 325 году В городе Никея И он собрался по случаю, по инициативе императора Константина О том, что Арий, образованный, грамотный человек Церковный человек Сказал, что Христос не Бога И отвел одну треть За ним пошли епископы, верующие Император посмотрел империю, которую он вот христианскую создал Объединил, она на глаза крушится И собрался в Собор Четвертый век О том, что разбирали ересь Ария Собор долго длился Никак не могли прийти к общему знаменателю Так кто же Христос? Кто же он? Бог или человек? Ария – он самый совершенный, но человек В этом Соборе было 318 святых отцов Со всех православных храмов, церквей Поместных церквей Был свят Николай, Афанасий Александрийский Стридон Тремифунский Много было святых подвижников И вот проходило день за днем Каждый бил друг друга цитатами Евангельскими Каждый свои доводы доводил Но все было почти Ни к чему не могли прийти И вот тогда Историки описывают Открываются двери Вот эти мученики, которые 4 века мучили за Христа Вот эти герои духом Подвижники Колизея Изувеченные Измученные Истерзанные Пришли на собор Когда Арию видел, как мать Волокет своего мертвого Варестерзанного Ревами ребенка Кто без рук, кто без ног Кто опаленный Один другого подымает И он увидел, как они мучаются Живые люди мучаются Во имя чего? О том, что Христос Бог Это и тогда он сказал потрясающие слова Так можно мучиться Только за живого Бога И вот тогда пришла победа На Первом Вселенском Соборе Едесь Ария Распалась Постепенно все леглося Ну, казалось бы, вот все, что я вам рассказал Рассказывают все архиереи Каждый на свой лад Рассказывают священники Каждый на свой лад Но хочется задать такой один простой вопрос Вот ересь Ария Какое она имеет отношение Вот к нам, живущим людям В 21 веке К сегодняшним день К этой молодежи К этому К этому вот Прогрессу К этому космосу К этой науке К этой медицине Вот такое это имеет значение Да, между прочим, эту новость Могли передать все каналы телевидения Сегодня православные празднуют Победу Ереси Ария В 4 веке Вот и вся новость Церика восстановила Именно в самое вот Ядро праздников В самую вершину Пасха Вознесение Троица И Ересь Ария Святых Отцов память Первого Вселенского Собора Вопрос, на самом деле, страшный Если этот вопрос они задавают Тот никогда не поймет Духовной жизни религиозной Никогда, никто Почему так Ярко Конкретно Самый праздник Это вспоминается Из года в год Оказывается Страшные слова Сказал Арий О том, что Христос не Бог Но и что? А вот в этом вся трагедия Этого мира И каждого человека в отдельности Если Христос не Бог То ты Бог Обратили внимание Ведь эти слова Четыре века Того назад Уже звучали Даже не четыре века А в начале творения Этого мира Когда дьявол Увидел Вот эту вот беседу Бога с Адамом и Себой Увидел эту божественную ритургию Увидел эту вечность Эту радость Эту гармонию Эту красоту Это вот красоту Творения Божия И он Решил все это Испортить Изувечить Распять Умертвить Он говорит А вы вкусите плод То есть его послушайте Не правду А ложь Вот его ложь Послушайте Она сладкая Она красивая Рисует в виде яблок На самом деле Страшная ложь И вы будете Как боги И когда они Вкусили Написано У них открылись Все глаза Они что Слепые были? Нет Они увидели Что Увидели Свою наготу Увидели Тяжесть своей плоти Пошел голод И желание есть Начал Работать Они увидели Смерть Они увидели Боль и немощь Они поняли Что их Обманул Дьявол Они Богами-то Не стали У них Открылись Все глаза Но закрылось Все сердце И вот Это Слова Этого плода Раз захотели Вкусить Этот плод Вкушайте Его Пока Не насытитесь В бездне Этого мира Не пошли Не по дороге Этой жизни И видели Как один брат Убивает Другого брата Первая кровь Первая смерть Это было Только начало Природи Страшной трагедии И сегодняшнего дня Сколько-то крови Сколько Смертей Море слез Современная Жизнь Такая Страшная Наступила Что Никто Не удивляется И не уникает Ну и что Потому что Живут В этой смерти Вот откуда Оказываются Слова Ария Он Не Бог Вы Боги Святый Отц И говорит Нет Мы творение Только Бог Творец Только Христос Бог И вот Хотелось бы Перейти В сегодняшний день Вот Всю эту историю И в том Что Христос Не Бог Так Оказывается Его можно еще Поправить Его можно Исправить Можно И Евангелие Подтереть Когда-то Антоний Храповицкий Митрополит Говорил Что придет Время Когда Будут Верующие Бить Друг друга Ивановскими Цитатами Как Камнями Но Это Есть А Расул Церкви В 1054 Году Это же Страсти Человеческие Борьба За власть За первенство Византий Или Рим Обратили Ивание О Христе Даже никто Не упоминает А он никому Не надо Власть Власть Если бы они знали Что над ними Бог Что эти Расколы Ереси Будут Рвать Ебом Единую Ткань Церкви Христовой Которая Наставала Такого Не было Обратите Внимание Как Особенно Молился Христос В Гевсиманском Саду Написано До Крова Пота И он Просил Бога Отца Господи Да Будут Все Едины Ну И что Где-то Единство Христос Видел Это Видел Эти Ереси Эти Расколы Вот Такое Ереси Ария Вот Что Значит Слова Дьявола Как Девиз И Приговор Этого Миру Вкушайте Правда Он не говорит Чем Все Закончится Никакой Надежды Можешь Правда Выбрать Кладбище Реклематорию Твое Право А 16 Век Лютер Кальвин Это Только Начало Я Когда Читал Про Лютера Потрясающий Описан Эпизод Его Из Его Жизни Он Восстал Против Католиков Тоже Одну Треть Отбил Пошли Убивать Друг Друга Кров Война Варфавельская Ночь Это Прелюдия До Сих Пор Это Все Идет Генрих Восьмой Был Женатым Человеком Английский Король А детей Нет Нет Наследника Что делать Он был Католик А у Секретарей Был Протестант Духовное Чадо Лютер Он говорит Возьми Жену Возьми Другую Вот тебе Жени Если будут дети Он был Раз И наплак У башку Все Женился А родилась Девочка Мария Он и эту Наплак И пошел Рубать Шесть раз Женился А он что Уже ничего Не мог Сколько Крови Сколько В классе Пришла Мария Католичка Мария Кровала А у Рыжной Брак И кровью Зарелась Англия Скажите А где Место Богу Христу Вот когда Лютер На дирижансе По Европе Ехал Смотрит Города Горят Села Сравнены Трупы валяются Все в крови Горит Вот это что Это война С кем С католиками А почему Ну ты же сказал Что они неправы Вот моих А не нас И вот тогда Он сказал Потрясающе Страшные слова Как страшно Если я ошибался Время брало свое И современное чадо Ария Вот этого беса Это не просто Чадо Его вообще Год не было Нет его Вот они Герои Атеистических окопов И вообще Говорит не было Это все так Мракобесие И оказывается Что случилось Так вот Оказывается Если Бога нет Если Он не Бог Если вообще Его нет То мы Боги Но другой Думает Так же Одно Государство Думает Что оно Главное Второе Нет Мы Главное Каждый Освоит Свою Родословную А сейчас Вообще Те Захианские Придурочные Мы Говорит Вот Самое Самое Ну что ж Были Побольше Империи Правда Одних Остались Только Горшки Пылящиеся На Стеллажах Музеев Будем Ждать Выше Бога Никого Нет В этом мире Так вот Сядь Трагедия Отсюда Идет Раз Нет Бога Кажет Достоевский Что Хочу То И Делаю Когда Такой Был Хитромудрый Бакуни Революционер Если Из Бога Человек Несвободен И Чему Вы Пришли За Это Светлое Будущее Дьявольское Будущее До Основания И До Сих Пор Не Можем Подняться До Сих Пор Это Вот До Основания В Мозгах Людей То Тут То Там В России В мире Вот Они Арийцы Только Не В Неминейшие Разы Отча до Ария Вот Оказывается Что Такое Ересь Ария А почему Отмечается Это Событие Когда Мы Празднуем Воскресение Христа Вознесение Христа Троица Оказывается Если Христос Не Бог Это Воскресение Ни Причем Кстати Даже Не было Свидетелей Что Он Воскрес Вознесение Иллюзия Его Окружали Просто Мракобесы Ну и Что Вот Оказывается Церковь И говорит О том Что Христос Бог Что Он Воскрес А в Его Лице Все Верующие Воскреснут И вознес Пройдут Его Крест Путь Этой Жизни Он Непростой И Трудный Но Христос Сказал За имя Мое Гони Вы Будете Ибо Вы Не От Мира Сего Вы Впустили Небесный Плод Вы Будете Гонимы Но Мужайтесь Я Победил Этот Мир Я Победил Ересь Ария И Вот Они Там Не Подсушили В Раю Меня Послушайте И Бог Старился Человек Чтобы Донести И Показать Кто Он Есть И Пройдет Совсем Немного Дней Вы Чувствовали Страшную Молитву Василия Великого Праздник Троицы Полнота Бога Господь Открыл Себя Как Действует Как Спасается Мир Как Все Взаимосвязано И Вершина Его Творения Человек Который Бог Дал Свой Образ Вот Смотришь На Человека Нельзя Не Чувствовать Бога Человек А Греческий Лик Икона И Подобие Вечное Совершенство До Бесконечности И И Святые Отцы Ирине Леон Скефанас Леон 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 Дамаскин Восьмой Век Себе Новый Богослов В XI Век Бог Стал Человеком Чтобы Человек Стал Богом По Благодати Бог Спустился К нам На Землю Чтобы Человек Вознесся В Небо Не В Той Атмосферу Где Летает Космос Который Все Уже Изгадили А Небесное Небо И Придет Время Когда Все Тоже Христос Распятый Истерзанный Умирающий Но Воскресший И Вознешившийся Вновь Придет По словам Ангела В этот Мир И Восстанут Все Живые Мертвые И Будет Новое Небо И Новая Земля И Новый Человек Такой Человек Который Христос Только Нагновение Показал На Горе Фавор Какой Он Призм Славе Как Он Прекрасен Как Неповторим Но Все Это Можно Иметь Только Когда Ты Веруешь В Живого Бога Так Вот Святые Это Те Подвижники Духа Которые Сквозь Искус Этого Мира Сквозь Решальное Искусение Дьявола Сквозь Собственную Немощь Сквозь Соблазн Кривотолки Елиси Расколы Они Сумели Усмотреть Во Мраке Этой Жизни Лик Живого Бога И Пример Этому Вершины Русской Святости Преподобный Серафим Старовский Наверное Поэтому Такая Сложилась Традиция В этом Мире Умирает Человек Ложится В гроб И Смотри На Бога Он Ты на Бога А Он На тебя В этой Жизни Столько Всего И так Лихо Закручивает И так Цепко Держит Человека Даже в Храме Евхаристия Говорят О Боге Может Твоя Последняя Минута Этой Жизни А Она Держит Этот Телефон И вот Сегодня Когда Начал Звонить Телефон Как Все Просто Как По-детски Как Вроде Ничего Но Как Цепко И Лихо Он В окку Держит Тебя Потому Что Твоя Здесь Плоть Ты Испачил Храм До Пол Этого Храма Но Душа Твоя В ней Нет Бога Сердце Твое Вот В этой Маленькой Бесовской Игрушки Которую Даже Не То Что Разум И Сознание С рук Выпустить Не Могут Как Весь Мир Захватил Казалось Вы Скажите Неужели Веками Жили И Будет Счастливы И Будет Радостны Какой Искусство Культура Музыка Какой Дух Какие Подвижники Какая Техника Медицина Скажите Мог бы Хирург Спасать Человека В одной Руке Скальпли Во второй Телефон Можно Не Молиться Когда Твои Все Мозги От В этом Чего Там Какой Сплетня Придет И В этот Момент Я Рассказывал Женщинам Бог Мне Дал Побыть Светогорском Монастыре Это Было Моей Молодостью Ведь Это Меловая Гора Она Сама Вышла Там Поселись Монахи И Вот Отец Петя Парень Повел Меня туда Приехали И пошли Вот эти Лабиринты Со свечками Туда узкие Видел Где монахи Были Где затворники Были То-то Выше То-то Наверх Вниз Там Говорят Даже Есть Заморованные Хода До самого Киева А сейчас Его бомбят Разжигают Это Была Южная Духовная Крепость Россия Треться Треться Монахов Но Это Еще Не Все Это Было В Горловке Отец Александр Шокола Мой Батюшка Я Жил При Храме Не Хотел Быть Ничего Не Надо Быть При Храме И он Георгий А к нему Приходили Со Всей России С Мира Он Был Очень Известный Человек Жил Патриархом Алексеем Семанским Митрополитом Никодимом Всех Не буду Рассказывать Георгий Говорит Сегодня Где ты В уже спали В крестилке Вот К тебе Вечером Один Монах Ты Определи Хорошо Ну я Молюсь Они там Поужинают Чем-то Говорили Ну я Встаю Время Заходит Батюшка Говорит А где Можно Переночевать Я говорю А вот Крестилка Вот Любой Диванчик Берите Ночуйте Он Хорошо Ну я Помолился А утром Поспать Его нет На второй День Пьем Чай Отец Александр Георгий А ты Знаешь Кто с тобой В крестилке Ночевал Или нет Последний Монах Святогорского Монастыря Он В семинаре Сел За одной Партией Батюшка Правда Да Я его и не рассмотрел Говорю Было Полутемно Я молился Ну он зашел Я ему в углу Показал Вот там Ложитесь там А я вот На этом углу И вот такая память Осталась Этого человека Ну Немножко была Там трагическая Судьба его Закончилась Я украли Подожди Он сгорел И вот Смотришь Конечно Думаю Господи А при чем Здесь церковь При чем все это А вот В этом все и заключается Мы боги Мы сыны Ария Но в этом Вся и пагуба И насмешка Дьявола Вышел Потому что он знает И трепещет Потому что Самая Жизнь дает Только Христос Он бог Вот поэтому Ходится заканчивать Словами Которые Церковь поет За каждым Всеночным день Это священник Киридиакон Говорит С нами Бог Хор отвечает С нами Бог Опять Священник Диакон Говорит Диакон С нами Бог Хор отвечает С нами Бог И священник Киридиакон Говорит Над всеми Людьми Бог наш И хор поет С нами Бог Заканчивая Хочу слова Сказать Господи Какое Счастье Что в этой Жизни Не знаю Как сердцем Как сознанием Как своей жизнью Но хотя Мы Имя Твоё Произносим Слух Как молитву Аминь Я всех поздравляю С воскресным днём У нас прекрасно Прошла божественная Литургия Мы все причастились Тело Векрова Христа Правда Людей становится Всё меньше Разумеется Все живые люди Надо отдыхать Быть На природе Ну и на природе Можно молиться И как мне старец говорил На молитву Отпуска нет Где-то есть Там и молись Вот попробуй На природе Шкопрополол Чайку попил Потрудился Вечером Встал на коленочке Перед икон И молись Вот чтобы ты был И Бог Вот так вот Никаких вот вокруг Духовникова старца Вот ты и Бог И молись И почувствуй Что будет в твоём сердце Кто будет в твоём сердце И потихонечку Будем ждать Самого великого праздника Святой Троицы Я всех Поздравляю Праздником Хотел сказать Христос воскрес Ничего я не могу сделать Я всё время Это казалось Спасибо Простите меня Заговорился Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok